Увидеть Колизей и Пантеон, бросить монетку в фонтан Треви и прогуляться по улочкам Рима – об этом мечтают многие. Поездка в Италию была давней мечтой одного из Волокжан. Мужчина приобрел путевку, упаковал чемоданы, но дальше московского аэропорта уехать не смог. На таможне сказали, что есть постановление суда о запрете моего выезда из-за границы. Сказали, что у меня долг по алиментам около 50 тысяч рублей. Пришлось вернуться в Волокду. Долги сразу оплатил, но в Италию так и не уехал. Таких историй за этот год накопилось немало. Около 8,5 тысяч в Волокжан из-за долгов не смогли выехать из России. Алименты, налоги, кредиты, коммунальные платежи, суммы задолженностей разные, но все больше 10 тысяч рублей. Только в этом случае судебные приставы могут запретить выезд. Одни гасят долги заблаговременно, чтобы без проблем отправиться в отпуск, другие откладывают решение вопроса и получают отворот-поворот на таможне. Чтобы избежать такой ситуации, как я уже сказала, необходимо, конечно же, если вы планируете отдых за рубежом, либо планируете делаю поездку за рубежом, проверить себя по банку данных исполнительных производств. Обращаю внимание также, что если вы, например, погасили задолженность сегодня, отменена будет данная мера, не на следующий день. Срок отмены временного ограничения выезда за пределы Российской Федерации может затянуться от 5 до 10 дней. Для снятия запрета необходимо предъявить квитанцию об оплате долга судебному приставу и дождаться специального постановления об отмене ограничения на выезд из страны. Только вот путевка может пропасть, как это случилось и с нашим героем. Кстати, эта мера на данный момент одна из самых действенных, отмечают судебные приставы. Испугавшись запрета, вологжане только в этом году выплатили в общей сложности долг в 12 миллионов рублей. Ольга Амелина, Новости Вологды.